Махараджа Александр Махараджа Александр Махараджа Александр степень опасности для Земли, очень высокая. Еще в начале этого века, когда астероид Апофиз был только открыт, считалось, что угроза его ничтожна. Там одна миллионная доля процента, что он столкнется с Землей. Но вот совсем недавно ученые, оказывается, рассчитали, что траектория движения Апофиза вовсе не такая, как они предполагали раньше, и что существует таки вероятность, которая измеряется сейчас в районе 2%, с тем, что столкновение все-таки произойдет. Ученые называют даже точные даты, абсолютно точные даты, когда это может произойти. Это либо 13 апреля 2029 года, либо весна 2036 года, либо апрель 2068 года. Столкновение это может быть абсолютно катастрофичным для современной цивилизации. Ученые посчитали, что размер в поперечнике этого астероида 350 метров. Это как примерно два стадиона лужники вместе взятые. А его масса, только вдумайтесь в это, 70-80 миллионов тонн. Его удар по Земле будет в сотни раз более разрушительным, чем был удар Тунгусского метеорита. Он способен разом стереть территорию равной Франции с нашей планеты. Поэтому угроза очень серьезная. И это и заставило меня обратиться к Орчение с тем, чтобы она запросила Бога. Насколько вероятно столкновение в какую-то из этих дат. Вас в комментариях я прошу написать. Как вы считаете, на ваш взгляд, заслужило ли человечество эту катастрофу? Будет ли эта катастрофа наказанием Божьим за грехи? Или же вы считаете, что человечество не настолько еще плохое, чтобы заслуживать такой страшной Божьей кары? Итак, мой первый вопрос о Орчении будет касаться конкретно названных дат. Вот каждую из этих дат она внимательно просмотрела. 13 апреля 2029, весна 2036 или апрель 2068 года. В какую из этих дат произойдет гибель современного человечества из-за падения астероида Апофис? Далин, scientists say about three dates, when possible, this collapse on the Earth by following this asteroid Апофис. It's 13 апреля 2029, it is spring of 2036 or апрель 2068. What divine reveal about this date and about this asteroid? The possible coming of this asteroid, it is showing in the year 2036. Вероятность сближения с Землей, опасное сближение, указывает на 2036 год. И перед этой весной 2036 года человечеству будут явлены знаки, которые будут указывать на приближение этого астероида. И этот знак будет очень большой. Большой знак, который невозможно не разглядеть. But the thing here is that there is nothing to be worried, even though it is approaching Earth. Но правда состоит в том, что нет причин для серьезного волнения. So there is no need to panic and there is no need to fear about, because human mind is so drawn to the calculation and it is so fear-based always, and so it creates a lot of this fear-based energy regarding this. Свойства человеческого ума всегда цепляться за какие-то цифры, привязывать к этим цифрам различные катастрофы и жить потом в страхе. Это прекрасные, конечно, новости, но я бы все-таки хотел уточнить, принесет ли этот астероид смерть современной цивилизации? Астероид Апофис. Will asteroid Апофис bring death for modern civilization? No. Нет, не принесет. Ну, слава богу, астероид Апофис не уничтожит Землю, но ведь есть и другие астероиды опасные, есть и метеориты различные. И мой вопрос следующий, Арчене, будет заключаться вообще в принципе о каких-либо астероидах или метеоритах, которые в следующие 50 лет достигнут Земли, могут ли они уничтожить цивилизацию? Что об этом видит Арчене? Во-первых, эта божественная правда должна быть понята. The angels are watching over our earth home. Ангелы смотрят за нашей землей. And also its inhabitants. Это присматривают за всеми жителями Земли. And our earth planet, that is our home, it is fully protected. И наша земля, она полностью под защитой. And the angels are ensuring that all is well and all is protected by the divine. И ангелы сообщают о том, что все под защитой и все под божественной защитой. И нет никакой нужды в том, чтобы еще и еще вызывать панику, страх на Земле. Когда люди освободятся от этой энергии страха, они могут почувствовать себя защищенной и спокойной. And also, this is, like I said in many of my videos, this is one of the ways how they control the humanity, only through this level of vibration, which is called fear. Как я уже не раз говорил в своих предыдущих видео, те, кто стоят за кулисами этого мира и пытаются дергать за его ниточки, их власть базируется на страхе людей. Именно нагнать страха различного, запугать, тем самым сделать легко манипулируемыми. And also, when you start to feel fear, when people start to feel fear, it is giving away the power. And the divine and the archangels who are watching over our planet Earth, they want to make sure for people to ensure that all is well and all you have to do is trust the process and trust in the divine. And for the next 50 years, I don't see any of the such catastrophic things, which will be approaching our planet Earth. Следующие 50 лет, то есть до 2071 года, я не вижу никакой угрозы из космоса, которая уничтожила нашу цивилизацию. So, people have to just let go of this fear, they have to just drop this. Люди должны просто оставить эти страхи, просто избавиться от них. And at the same time, it doesn't mean that for the next 50 years, I see there are some volcanic eruptions, which will be taking place. Но, к сожалению, это не значит, что не будет никакой опасности. Я вижу, что в следующие 50 лет рванет очень сильно вулкан. В то же время я вижу, что это не приведет к гибели цивилизации, а это затронет только ту местность, где рванет этот вулкан. Также я вижу, что случится очень могучий шторм, который будет волновать океаны. And due to this, there will be very heavy downpour, which is the heavy rain, which will be happening. Вижу, что обрушатся потоки влаги, дождей на землю. And there will also be some floods in the cities. И вижу, что обрушатся потоки воды на какие-то города. Но по сравнению с падением астероида, это мелкие неприятности. So a miracle solution is already in the works, which is working behind the scenes. Божественное разрешение ситуации уже работает, оно позади всех этих процессов. И Бог хочет, чтобы люди жили свою жизнь просто и наслаждались своей жизнью. And to give all your worries and concerns to the gods and to the angels, because they are taking care of every apparent problem. Чтобы оставили свои страхи, вот так, передали свои страхи просто ангелам, богу. И бог и ангелы позаботятся о людях, о людях, чтобы просто жили и наслаждались, без страхов. And the only work that people, the humanity, that they really have to do, is working on themselves individually, making themselves the better person for themselves and for the humanity. То, на чем действительно стоит сконцентрировать людям внимание, это на самих себе, на работе над самими собой, над исцелением самими собой, над тем, чтобы сделать себя лучшей версией самих себя и чтобы сделать себя полезными для людей. Чтобы поднимали свои вибрации, свои энергии, чтобы по-настоящему волновало развитие своего сознания, единение с Божественным. And also, because every day is an opportunity for humanity and for people, because every situation, God will be giving a test for humans, for people, they can either engage themselves in a positive way or in a negative way. So every day they have an opportunity to, this is a test, it's a life process. Каждый день происходят проверки, происходят проверки каждого из нас, какой выбор мы делаем, что мы выбираем, быть ли с добром или злом. Вот на этом и надо концентрировать свое внимание, на ежедневной работе над собой, над ежедневным выбором добра и любви. So be very careful where you put your energy. Будьте очень внимательны, на что вы обращаете свое внимание, ибо туда и течет ваша энергия. Because once you engage in any sort of energies, you are not only taking responsibility for yourself, but also for people who are living in your space, who are living in your life. Поскольку однажды, придаваясь определенным чувствам, энергиям, мыслям, вы тем самым не только свое энергетическое поле в это погружаете, но и тех, кто живет вокруг вас, ваших близких. So make the best of your life, make the best of your life until you are here. Постарайтесь сделать себя лучшей копией самих себя, лучшей версией самих себя. Постарайтесь сами настолько совершенствоваться, чтобы быть с вами рядом было благостью. Действительно, тема, которую затронула Арчена, она очень важная. Очень много людей в мире, которые считают, что человечество уже настолько погрязло в грехах, что оно заслуживает такой кары небесной, что вот Господь, он и обрушит то астероид, то еще что-нибудь. И я хочу, чтобы Арчена подробнее остановилась на этом. Действительно ли Бог хочет, чтобы на нас упал астероид? Или все-таки другие какие-то планы у Бога в отношении Земли? Далин, многие люди думают, что человечество уже так много смысл и так много смысл, что Господь будет вызвать преступления, астероид или метеорит, и убить людей. Что можно сказать об этом? Что можно сказать? Is it really divine intention to give punishment for people or how? Everything has a law in the nature. Все имеет свой закон в природе. So when humanity does some wrong things or when they are in the wrong direction, Когда человечество совершает что-то плохое, направляется в неправильном направлении. Закон кармы тогда вступает в действие, и справедливость торжествует. And the divine is above all this law of karma and above the law of nature. Но божественное находится за пределами вот этого вот законы кармы, законов природы. So the divine works on the law of mercy, because God is very merciful. Божественное работает на принципах благодати. And the law of compassion. На принципах сострадания. And the law of patience. На принципах терпения. So these are the higher frequency of the divine source. Вот в этом и заключается высшая вибрация божественной энергии. So God doesn't have any intentions to punish people, because the nature of law itself is taking care of humans. Бог не испытывает никакого намерения наказывать людей. В природе это работает само собой. And the law of earth. В законах земли это работает. The law of justice. В законах справедливости это работает. So these things are taking care of the human behaviors, or the humanity, or their sins, whatever they have done. All that God wants from people is to have the faith and to keep God in the first place in their life. Все, что хочет Бог от людей, это вера, и то, чтобы Бога они помнили и ставили на первое место в своей жизни. И Бог любит каждого и все, от зернышек до звезд. И любит безусловной любовью, это и есть понимание божественной любви, любви, не обусловленной ничем, а просто абсолютной любви, всепрощающей любви. And God is the consciousness, the consciousness of the divine love. И Бог, это и есть сознание, сознание божественной любви. Прекрасно. В чем именно еще божественное послание в этом вопросе для людей? Божественное послание в том, что существует божественная защита всего человечества. И Бог хочет, чтобы люди выходили за рамки своих ограничений умственных. Потому что эти контроли, которые накладываются какими-то там властями, тайными властями и прочее. And God wants people to live in their freedom and in their authentic self. Бог хочет, чтобы люди жили свободными и в своем личном пространстве. And to keep God in the first place in your life. И ставили Бога на свое главное самое место в жизни. Because one cannot love God when there is a lot of fear. Потому что нету любви и не может быть по-настоящему любви к Богу, в том числе к Богу, когда внутри живет страх. And love cannot reside where fear exists. Любовь не может войти в пространство, которое занято страхом. And God is always knocking on people's door, on the door of the hut. Бог всегда стучится в сердца людей, там, где и живет Бог. So are you opening the door or are you just ignoring the call? Вы можете открыть эту дверь или проигнорировать этот звонок. And you have a free choice. Всегда это ваш свободный выбор. And it's your free will. Это свободная воля. Чудесное послание дала нам сегодня Арчена. Я думаю, для многих это важно. Мы знаем, люди пишут нам часто, высказывают свои страхи. И очень много людей живет в страхе, а конца света по-прежнему для вас специально это послание особенно будет важно. Так что давайте всех поблагодарим Арчену. Спасибо Арчена за это важнейшее послание. Напишите в комментариях, как вы считаете, заслуживает ли человечество уничтожение каким-либо астероидом? Или не настолько мы все плохи на этой земле? Что вы думаете об этом, обо всем? Пожалуйста, поставьте ваш лайк. Поделитесь этим видео в социальных сетях. И подписывайтесь на наш канал. О многом еще важном предстоит нам поговорить. Так что до новых встреч на наших видео. Намастей. Субтитры сделал DimaTorzok